так друзья мои дорогие всем привет 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 что у нас сегодня на завтрак честно говоря три дня не могла с вами говорить была очень расстроена все расскажу покажу и вот честно говоря только сегодня могу нормально поесть была в полном стрессе так что будем кушать этот замечательный веганский бекон кладем его на хлебушек я думаю можно его свернуть вот так прям он хрустящий вкуснотища так это будет вот так вот об вот такой вот лохматый бутерброд а это сейчас я съем вне плана ну и конечно зеленый чай где у нас чай вот человек до обратите внимание помните я рассказывал как долго мы устанавливали кофема кофеварку такую модную дорогую ее уже нет как видите и это очень интересная история так друзья показываю шампанское вчера муж принес мы его так и не открыли как бы мы сможем помирились это мой список что надо сделать на бумажках пишу вот диарею собаки было что надо еще докупить вода сода эту соду я достала хочу помыть у мужа холодильнике у себя тоже протереть эти будет бузькины лекарства опять глазки воспалились это вода недопитая надо вылить это вот одна баночка осталась которую я носила в сумке чтобы прикупить другие такие наборчики из этой злосчастной кофеварки надо выбросить как я говорила муж ее разбил это была кофеварка бывшей жены моего мужа а мы с бусиком идем гулять даже не знаю что на себя надевать где у нас свет тут всем привет ну пока что вот такой вот жилет от кельвин кляйн он такой плотненький знаете но у нас градусов 14 наверное но я выходила на задний дворик и там как-то мне показалось про мозгло знаете как сыра видите даже я свет включила и все равно такая видимость не очень видите какое небо так что пошли с нами поболтаем так ну что друзья вот моя машинка хотелось хотела ее господи хотела на ней поехать магазин с дедушкой надо было поздороваться хотела ехать магазин блин машина не заправлена а муж мне не доверяет там 95 бензин самый дорогой говорит я сам я сам а потом как-то сказал ты хоть раз заправим машину ну типа что я бестолковая но я что-то и не отрицаю но иногда меня злит то что он говорит смотрите какое небо ой блин сонная погода сонное настроение короче надо поехать магазин хочу кое-что там все-таки прикупить раз с мужем помирилась значит уже настроение более-менее знаете как как мы с ним помирились расскажу в общем я оказалась права его переживания были связаны вот со всеми этими событиями лодочки спят ждут свое время которые с ним произошли понимаете вот у него нервный срыв случился и возможно он еще плюс стал он месяц без выходных работает прибухнул нервы сдали потом вечером прибухнул как я говорила да у него есть проблема с алкоголем мы ее преодолеваем все в наших силах вот буквально вчера я с ним разговаривала он мне пообещал что не будет врать там что он пьет сколько выпил чтобы он ничего это не мешал знаете как пиво и что-то крепкая тем более что пить то надо от маленького градуса к большому понимаете а если постоять вы состоять если наоборот то идет отравление то есть от большего к меньшему градусу пить нельзя врачи и не рекомендуют то есть нужно еще уметь пить а он бывает у меня наоборот сделает и все я уже сколько не просила там выпьет водки 100 грамм например или коньяка и пиво потом я говорю что ты делаешь господи вот сейчас мне если начнут приставать всякие ханджи я еще не заходила в комментарии буся давай идем идем-дем-дем мусорки тут стоят то не знаю я конечно по удаляю и пусть мне не пишут что-то и не говорят что я сейчас мужа своего выгораживаю я его пока с ним живу всегда буду выгораживать потому что это достойный человек и как бы срывы нервные всякие психозы и всякие знаете любой может заболеть и натворить каких-то глупостей на то мы и люди мы не роботы которых запрограммировали вот поэтому я стараюсь на своем канале рассказывать честно откровенно все что происходит в моей жизни их ну кто-то может еще сказать зачем ты мол ссор из избы выносишь так во первых это youtube народ требует хлеба и зрелищ а во вторых зачем мне особенно что-то придумывать если каждый раз у меня есть что вам рассказать так несется почтовая машина не хотят свою работу побыстрее сделать и как правило редко когда тормозят или дорогу уступает поэтому надо знаете как уступить дорогу горе вот и он вчера сел ужинать сам себе мясо приготовил но сегодня наверное я ему что-то сварганю соседи там окна моют я уже телефон не буду направлять где-то слышала я так отвлекаюсь немножко чтобы вам было интереснее где-то слышала у какого-то блогера что американцы не моют окна это неправда особенно вот перед такими большими праздниками я уже не первый раз вижу и сама я окна помыла статьи за три дня как могут с ним ругались я нервничала переживала и туши квартиру искал думаю нафиг мне это надо то уборки свои так и не доделала но сегодня уже так настроилась мне главное чтобы дома покой был вот а уже там все остальное можно дочистить как мы с ним вчера помирились он пришел домой и начал извиняться и говорит я виноват я сидела на заднем дворике монтировала видео стоять стоять нельзя не бегай по дороге машины рядом нет я понимаю тебе хочется и немного волновалась потому что он приехал позднее обычного думаю что там как там у него настроение мало ли знаете может он еще психует дальше что-то себе по надумал кто видит меня впервые я замужем за как сказать за американцем он из беларуси вот и мы с ним поругались мы вместе уже шестой год поругались последний последние три дня очень так крепко поругались были для этого основания я считаю в общем мы с ним ругались и помирились наконец-то вот на чем я остановилась муж приходит с работы заглядывает ко мне чем я занимаюсь на заднем дворике видит что я видео монтирую и он прекрасно знает на таких событиях могла идти речь и он просит прощения говорит я тебе шампанское купил давай мол все забудем знаете я так улыбнулась я говорю ты знаешь неизвестна причина по какой ты психовал в общем-то просто нужно было мне сказать чтобы я сама не домысливала то есть когда он о какой щебок бося я толстая то есть я догадалась когда начала его расспрашивать о его бывшей жене об этой злосчастной кофеварке представляете кофеварка в центре внимания уже третий день подряд четвертый кто бы мог подумать и он признался и тогда я догадалась что вот это стало тоже причиной что в декабре были поминки его бывшей жены и видимо нахлынули воспоминания плюс я пристала с этой кофеваркой и он говорит да ну и закрыл дверь я говорю ты знаешь я видео монтировала мне захотелось мне захотелось его закончить на такой оптимистической ноте ты говорю можешь повторить то что ты мне сейчас сказал и он с удовольствием в общем то повторил и ну как бы сыграл эту сценку повторил свои слова давай мириться и так далее которые которые вы видели в моем прошлом сюжете ну это даже не сюжет фильм наверное документальный фильм как я с мужем поссорилась вот то есть что это означает что я от него ничего не скрываю я для него полностью открыто и он для меня тоже то есть он мог бы мне сказать что ты там записала и о чем твое видео и меня контролировать как бы он и так все понял без лишних разговоров и с удовольствием не подыграл чуть позже я к нему подошла все таки знаете мне было не спокойно он сел уже ужинать и уже без камер я его спрашиваю прошу посмотреть мне в глаза и предварительно обещаю что не буду не ругаться ничего просто скажи мне правду причиной того вот что ты так психанул и разбил эту кофеварку была твоя жена или все таки экономия электроэнергии он говорит моя жена моя бывшая жена говорит пожалей меня вот буквально так и сказал кто-то сказал что говорит что жалость унижает он даже сильный мужчина хочет чтобы его поняли обняли пожалели вот простили пожалей меня говорит и все забудь ой я говорю меня прям комок в горле вот сказала гадалка одна что я близко к сердцу все воспринимаю и так нельзя вот она была права я написала своей подруге здесь в мэриленд с которой мы общались своей подруги вернее она хороший друг ее семья давно уже дружит с моим мужем знают его я написала что у нас все нормально она отписалась ну слава богу что она очень очень рада в общем тоже чтобы она не беспокоилась потому что все время спрашивала как у нас дома напишите как вам лучше я иду разговариваю показывая вам окрестности либо когда это сидящая голова вот что еще хочу сказать вчера когда видео монтировал я поставила кусочки буквально нашего скандала чтобы это были было живенькой знаете не монотонное видео реальная жизнь ну естественно я же прослушала не только эти кусочки которые там выставила я уже по инерции хватаюсь за камеру буся боюсь этих мокрых столбов ему надо каждый угол пописать и обнюхать и когда я все это прослушала на своем телефоне я ужаснулась понимаете потому что я не мудрая женщина у меня тоже нервы не в порядке можно было бы просто промолчать потому что на всех этих видео пусть иди сюда муж пошел на контакт и сводил это к шуткам а я как ни у меня шка орала на него просто как бешеная знаете так нельзя надо сдерживаться надо себе говорить стоп вплоть до того что уйти куда-то закрыться у себя в комнате заткнуть себе рот подушкой и можно проговорить в мозгах все что ты хочешь но никак не криком а я там кричала так что наверное в Вашингтоне меня слышали вот тоже мой совет истеричным женщинам ну знаете как не всегда получается себя сдерживать я просто отпустила нервы выплеснула тоже все свои эмоции знаете хотя бы если бы один человек был стабильный ну спокойный а так совпало что и мой муж был на взводе и я и пошла вот такая вот взрывная волна но я прослушала я просмотрела эти видео боже мой мне так стыдно стало за себя как я могла но тоже вот видите нервы не в порядке со всеми этими событиями то из Украины бежала я вообще не помню когда я отдыхала за последние вот с 15 года сколько лет 7 лет как я живу в США чтобы я чувствовала себя уверенно была выспавшаяся отдохнувшая такого я не помню то война вот сейчас ну по крайней мере знаете пока с мужем ругалась про войну не думала наоборот себе включала знаете что стендапы включала особенно казахские мне понравились не очень пошлые такие как русские бывают стендапы а вот именно казахов я слушала вот поэтому следите за своими эмоциями потому что можно столько глупостей наделать я сейчас думаю муж мне настолько родной и близкий человек знаете иной раз его просто хоть крайне прикладывай и такое впечатление что порой даже не знаю чем мне угодить чтобы я была спокойна счастлива чтобы я была уверена в себе старается меня научить чему-то никогда не отказывал там допустим даже какие-то секретные такие вещи например там ну не знаю там банковские какие-то данные или пароль входа в компьютер в телефон знаете как многие мужики прячутся и женщины тоже по-разному люди живут так что вот так мы с мужем помирились и уже мне хочется что-то для него тоже сделать отблагодарить так сказать за его доброту и слава богу что я начала его выспрашивать и поняла откуда вся эта нервозность он кстати так же кричал там может и тарелки давай повыбрасываем может там еще что-то выбросим ну тарелки моются 100 грамм все заменить и выбросить тоже невозможно вот например он меня тоже упрекнул то есть понимаете все одно к одному сводится то есть правильно я делала что меняла обстановку покупала новую мебель кухонные принадлежности кастрюлю мы полностью поменяли сковородки новые у нас вот даже такие мелочи техника на кухне пусть а стоять стоять то есть его уже начало раздражать все буквально понимаете это не потому допустим что он имеет вот злость какую-то на свою жену знаете о покойниках плохо не говорят видимо слишком глубока была вот эта вот травма наверное он чувствует себя таким которого предали унизили ну как бы он свои права отстоял вот ну видите как пережил и она оставила шрамы а куда мы идем интересно в речке хочешь поплавать так что и так что еще я вам не рассказала а еще муж вчера призналась что искала квартиры которые сдаются в аренду и нашла за 100 долларов в месяц в каком-то гадюшнике домик в вашингтоне в очень криминальном районе а мой муж в курсе в курсе буся стой я не вижу что там впереди он же везде ездит а вот именно в этот район я сама ему запрещала чтобы он туда клиентов не брал потому что туда даже милиция полиция не ездит честно говоря есть здесь в районе вашингтона как и в любом большом городе сша есть такие районы где лучше не показываться как в Чикаго есть такие районы как в Нью-Йорке как в Лос-Анджелесе так и Вашингтон Ди Си я мужу это сказала опять забыла как река называется это за рекой Анна 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 Конра в общем по карте можно проследить это восточная часть Вашингтона он говорит ты сумасшедшая я бы тебя туда ни в жизнь не пустил но это он сказал действительно правду потому что все равно бы я его просила допустим те же вещи перевозить тьфу-тьфу-тьфу три раза не наша зараза хай бог мылуи как у нас скажут в Украине никуда мы не уезжаем знаете как поругались помирились как там говорят милые ругаются только тешатся ну мы как бы уже староваты для этого но видите все равно башку рвет иной раз пусть пусть а ты домой собираешься хотя бы вышли вот видите светло относительно все равно такая мрачная погода ой кто-то скажет что это видео у меня нудное погода нудная я сегодня опять заставила рано встать я уже говорила что ломаю свой режим сова хочет превратиться в жаворонка чтобы день был подлиннее ну и мне там писали что это вредно я знаю что вредно для организма но тем не менее вот мне неудобно когда всю ночь что делаешь посмотрим как у меня получится но чувствую себя неважно честно говоря в таком режиме встала сегодня во сколько я 6 утра проснулась заставила себя поваляться до полвосьмого то смотрю там муж на работу зашевелился я уже пошла кофе пить так ну что душновато мне в этом жилете влажность большая и температура как бы наверное 14-15 даже градусов так душно душно дышать даже тяжело гуся куда ты пошел давай поворот сегодня вот думаю о моем муже и такое прям тепло разливается не хотела не хотела бы сейчас никого ни другого мужчину любого другого богатого красивого молодого вообще никого бы не хотела вот на данный момент да и если бы даже не дай бог если бы мы разошлись не знаю не смогла бы наверное уже ни с кем хоть и вредный противный бывает алкоголик но мой алкоголик я же тоже не подарок да и бусик тоже он так пугается когда мы с мужем ругаемся это же бывает тоже не часто как бы это бывает очень редко честно говоря и бусик так реагирует он смотрит глаза квадратные с таким удивлением он вообще не понимает что происходит что за крики и не знает кому бежать так станет между нами или так в сторонке и наблюдает за двумя дураками ой такой интересный гусянька гусянька ну посмотри на маму гусянька иди сюда иди я тебя потемлю и полюси мальчик сладкий мама я сладкий мальчик только зачем ты мне кофту напялила напялила пошли пошли жарко на улице душно фух сейчас приду домой закончу наконец свою уборку кто-то может еще сказать почему так долго ну вот так долго потому что я же не то что приехала на работу на клининг ничего не делаю больше только занимаюсь этой конкретной работой вот с бусиком надо погулять надо мне и посуду мыть и готовить и зарядку делать и все новости просматривать и решать какие-то дела документами заниматься в магазины ездить разные буси иди сюда все домашние дела успевать переделать поэтому вот у меня только бусик занимает сколько времени три меню приготовить это же не то что ты там за один день встал выдраил и тем более что это не внешняя уборка как я говорила это такая конкретная уборка и окна моются и там и в шкафах перебирается и документы складываются поэтому бусенька иди сюда вот он меня тащит туда и все куда нельзя пойдем малыш мама еще работа есть пойдем так достала мясо мужу хочу ему приготовить большой гриль уже помыла хочу на своем гриле приготовить сразу всю эту порцию не знаю сколько здесь раз два три девять штук наверное и должна греть это бульон из индейки бузькиной чтобы это вылить в унитаз чтобы мы не забили раковину очень боюсь снова раковину забить потому что жир знаете застывает и как бы это опасно для труп и вот все хожу и думаю понимаете с этой злосчастной кофеваркой пока она здесь стояла запыленная муж ее как бы и не замечал эту печку нам подарила дочь моего мужа понимаете а когда мы ее включили и там такой неоновый свет появился часики голубая водичка подсветка и видимо вот это вот моего мужа взбесило что оно такое яркое красивое и нахлынули воспоминания и все и он решил что я этим пользоваться не должна представляете как мало нужно человеку чтобы произошла вот такая вот эмоциональная вспышка что он готов был ее в дребезги разбить чтобы я только не пользовалась и как я не просила его подключить чтобы было все так как было когда первый раз все это светилось переливалось неоновым светом понимаете и он все равно так и не сделал он ее разбил нахрен ой боже мой вот так наверное так и должно было случиться я вот думаю нужна мне новая кофеварка или нет я хочу такую же с подсветкой ну может быть другой модели напишите мне это будет мужа нервировать или нет но с другой стороны я же купила себе новую машину я раньше ездила на машине его жены и машину мы поменяли со временем все поменяем вот я шторы здесь поменяла даже этот диван тоже этот диван не его жены этот диван уже при мне мужу подарили его друзья богатые это дорогой диван этот шкаф тоже друзья привезли этот стол с помойки как я говорила здесь на всех языках написано любовь так что мы много здесь поменяли конечно холодильник много много всего видите чистенько все вот это вот все поменяли вот эту плиту духовку здесь техника новая вся полностью это тоже мы купили даже такие мелочи все поменяли так что со временем картинки мои ну не знаю вот как-то мне кофеварка может и не сильно нужна но жабы давит я бы хотела иметь на кухне какую-то такую интересную подсветку спуститься в халатике когда еще темно или даже взять водички ночью напишите что вы думаете ну все всем пока целую люблю пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно увидимся подписывайтесь на наш семейный канал спасибо